привет друзья с вами варчик и в этом видео мы просто порассуждаем на такую вот тему почему перестала получаться удовольствие в игре world of tanks и пошел один негатив раньше было лучше сейчас хуже почему так и я на своем примере вам расскажу что мне нравилось раньше и что не нравится сейчас почему я перестал получать то удовольствие то количество удовольствия которое было раньше и сейчас я его столько не вижу в игре ну давайте приступим и пока я вчера и довольно таки долго думал на эту тему что рассказывать и на самом деле разбирался сам в себе а что действительно мне нравилось еще мелькали такие мысли про то что сейчас развивается больше наверно не игра а при магазин и самое что смешное что при магазин то развивается но интерфейс при магазина в игре вышел довольно таки ужасные его там исправляли вроде бы там что-то на исправляли но неважно и я хотел сказать а когда уже будут продавать прокачивание веток когда будут продавать экипажи у нас целые сразу уже готовы в релиз как на следующий день сегодня буквально уже хоп и уже продают реально экипажи на танки самое что смешное что даже здесь первого раза очень много косяков продают во-первых не на все нации это раз второе продают экипажи на танки определенные то есть советские там на т-54 первый образец то есть продают экипаж который встанет сразу только на этот прям танк если у вас его нету то вам придется этот экипаж переобучать в экипажи нулевое боевое братство и и первый перк можно изучить какой захочешь плюс еще в пакете там всякие резервы жмения разных плюс еще там задача на x5 насколько это боев и еще три тысячи голды и написано якобы можете менять этот экипаж переобучивать туда куда хотите я так подумал боже это для советских там для немецких там на какой-то это налил на американцах на т-34 ну и у француза там вроде какой-то еще экипаж я так подумал что это такое это какая-то предятие на это это просто деньги на ветер там очень много лишнего ненужного просто мусор это какие-то пакеты для новичков которые купят и потом будут переобучать эти экипажи куда попало при том что экипажи можно и так качнуть и это просто дело времени и с теми акциями и резервами которые сейчас есть это вообще не беда зачем такое продавать это просто капец почему ну ладно вообще в принципе экипаж продавать как по мне это какой-то зашквар но картошка уже перешкварилась где только можно но если даже продавать экипаж почему нельзя продавать какое-то определенное количество можно было бы даже на выбор количества членов экипажа какое тебе надо и потом когда ты их покупаешь ты получаешь себе на аккаунт допустим как за лбз там ты сам сразу в клиенте игры выбираешь на какую ты нацию хочешь этого члена экипажа посадить какую специальность ты у него хочешь выбрать на какой танк и так вот просто сам выбираешь что количество сколько тебе надо и покупаешь без всякого там мусора голды резерву и всего остального было бы очень удобно выбираешь просто вот сколько тебе нужно членов экипажа и все просто их покупаешь количество и выбираешь сколько на них перков ты хочешь тебе высвечивается цена ты за нее платишь если она тебе надо и все это было бы нормально по-человечески и по разумному продают какой-то мусор за 1300 с кучей всякой параши на определенный танк с голдой чтоб ты ее потом переобучал еще и там фиксированное количество членов экипажа потому что они станут только в один танк сразу к такая бредятина просто капец такое ощущение что они постепенно пытаются вот постепенно так вот не не сразу ногами за шквар запрыгивать а так вот лайтовенько пакетик со всякими там резерве коми голды шичко и экипажа к экипажа там эти того экипажа к по сравнению с тем мусором который остальное есть его и незаметно ну ладно это мы немножко затронули ту тему что меня сейчас в игре очень беспокоит тот факт что в игре сейчас нечего ценить экипаж ты можешь купить любой прям танк ты можешь купить танки за марафоны ты можешь купить ты все что угодно можешь в этой купить когда какой-то марафон шмарафон ты просто время тратишь получаешь ничего особо ценности в этом не видишь даже если ты не успел ты можешь купить ты все что угодно в этой игре можешь купить ранговые бои если начинаются мне стыдно в них принимать участие любой оранжевый чувак потратил время может зайти в первую лигу и в чем ценность то что ты получишь значок первой лиги я ура я с оранжевыми чуваками в первой лиге и любой оранжевый и желтенький смог и я смог класс я так ценю эту награду офигеть я в этой игре уже забыл что мне должен ценить у меня есть экипаж с кучей перков я их не сильно ценю потому что их можно уже практически купить там такие x5 камуфляже продаются что можно экипаж быстро качнуть всякие резервы шм резервы везде все там на иксах все везде быстро качается и мой мои экипажи уже так такую себе ценность имеют какой-то редкий танк я должен ценить его может получить практически любой почти нет танков в игре которые очень редкие там типа надо их ценить все подряд уже продается просто ценности для меня вот как для старого игрока в картошку уже почти ничего не имеет единственное сейчас что ты можешь сделать это сесть в хороший там зарядить его фулл голдой и ехать играть все но это еще пол беды это так просто осадок от игры такой вот не сильно приятный это чисто это это только еще прелюдия самое основное что мне не дает получать удовольствие в игре это сам бой и что же не так в самом бою что мне основное не нравится основа получения удовольствия у меня в картошке раньше была такая мне очень было интересно следить за топовыми всякими игроками киберкотлетами там страйками и остальными кто куда там едет какие позиции занимают как они настреливают было очень интересно за этим следить было очень много различных карт и каждый игрок занимал какую-то там свою интересную позицию или большинство одну какую-то любили позицию в общем было очень много разных карт и почти на каждой карте можно было одну две позиции там пару позиций с каждой стороны занимать и отыгрывать почти весь бой на одной позиции это не значит что ты просто туда приехал и стоишь как бревно ты там как-то мансу из ездишь туда-сюда поджимаешься подсвечиваешь играешь в принципе активно и агрессивно и в этом был весь интерес тебе было интересно следить за этими позициями изучать карты про стрельщики тебе было интересно получать удовольствие от выстрелов ты стрелял наносил урон со своей позиции ты ценил эту позицию ты знал что вот на этой карте я знаю как играть я вот поеду туда я буду стабильно нормально получать результат в этом была вся фишка я получал кайф чуть ли не от каждого выстрела мне так нравилось стрелять я не знаю раньше они исправляли якобы стрельбу чтобы в края прицела снаряд летел меньше но после этого исправления у меня только и летит куда попало раньше я кайфовал от каждого выстрела мне просто получал удовольствие я получал удовольствие от того что я находил интересные позиции топ игроков я самыми пользовался изучал их пробовал как на них играть что на них делать было интересно сейчас бои на карте энск блин 3 минуты 44 секунды в среднем продолжительность боя и еще куча карт которые даже четыре минуты среднего продолжительности боя не имеют сейчас бои в среднем по четыре минуты у картофана 4 там еле-еле до 5 при том что сам бой происходит 1 30 секунд пацаны куда-то едут потом еще минуту все сдохли и потом еще две минуты гоняются за одним танком по кругу вокруг карты в каком времени из продолжительности боя в каком моменте я должен занимать интересную позицию и получать удовольствие от игры мне кажется тут даже времени нету чтобы занять какую-то позицию сейчас позиции вообще в картошке практически нет ты приезжаешь на какую-то полу позицию и с нее куда-то дальше через небольшой промежуток времени начинаешь двигаться потому что бои очень быстрые и тебе надо либо назад отъезжать куда-то либо вперед спешить куда-то стрельнуть это самое основное из-за чего я не получаю удовольствие содержание боев нет получание удовольствия от стрельбы и позиции нет удовольствие не от чего получать так еще и некоторые позиции убились артой в арты стало лучше сведения скорострельность точность и большой сплэш то есть некоторые позиции сейчас особенно в штурмах отыгрывать крайне тяжело поэтому мало того что некоторые позиции ты не успеваешь играть некоторые позиции пропали потому что карты поубирали еще и некоторые позиции очень тяжело вообще невозможно сыграть потому что арта тебе не дает даже будучи за укрытием она тебе накидывает по 300 сплэшем а бывает еще такое что сплэшем арта накидывает больше чем прямым потому что разработчики крутанули арте сплэш и радуются сидят таким образом мы получаем что большинство позиций убита и нету времени чтобы их использовать разрыв процента побед между респаментом по 10 процентов плюс еще это гонка вооружений арта все это повлияло и в этом полностью виноваты разработчики они делают такую игру отчасти игроки тоже виноваты от того что они стали играть более неаккуратно потому что их игра заставляет спешить их игра заставляет бояться арты их игра заставляет играть лишь бы как-нибудь потому что ты все равно получишь и серебро и опыт плюс еще все остальное там есть очень много вещей которые мешают играть нормально фугасы xvm вся эта билиберда игра превратилась какой-то базар и кашу ждем когда еще прокачивание веток завезут в прем магазин продажу бонов продажу танков сгк продажу танков за лбз вообще было бы шикарно при том что танки за лбз на самом деле такие себе получились танк за лбз 10 уровня за лбз 20 объект 279 ранее как по мне это просто позор они словом ранее просто прикрыли все свои косяки этого танка и сделали его просто обычным единственная фишка этого танка это то что у него не 4 гусениц это не фишка танка фишка танк это то что у него нету нлд привычного но в днище танка он пробивается у танка нету повышенной проходимости грунтов как это должно быть исторически у танка нету очень медленного поворота на месте влево вправо за счет того что у него 4 гусеницы ему тяжело поворачиваться у него такого нет все это видимо они прикрылись словом ранний потому что но эта хрень полная у танка должен быть просто жесткий дрын очень прогрессивный на то время просто пиздец он должен хуячить тупо сука напролом несколько танков хуям у него очень жесткая броня у него очень хорошая проходимость и он медленно поворачиваться по сторонам у этого танка нету ничего этого сделали его обычным и закинули в игру все они не сделали никакой механики то что у него четыре гусеницы он может ехать и на трех да там надо было бы как-то заморочиться типа гусеница слетела чё ты поехал без нее все в бою и не будет заметьте я ни слова не сказал то что они за восемь лет не исправили ни одного бага не с камеры не с прицелом с вами был варчик играть красиво пока